Открытый диалог с Александром Непомнящим Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 М, 99.1 FM, на нашем веб-сайте radioNVC.com, на нашем YouTube-канале radioNVC и очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуй. Я думаю, что мы не сможем обойти стороной сегодняшнюю дату, ну и кроме того события, которые происходят буквально на наших глазах. Да, Сергей, я действительно собирался обращать на сегодняшнюю передачу напоминание о трагической дате. Это одиннадцатая трагедия, которая ударила и по американскому народу, и, конечно же, по всему либеральному, и западному, и посвященному обществу мира. Но события у нас с вашим президентом Трампом происходят так быстро, что буквально за несколько часов до начала нашей передачи появилась новая новость, которую просто невозможно обойти. И так во вторник, когда в Вашингтоне Наталья Реал будет подписывать договор, нормализующий отношения Израиля и Днёных Арабских Эмиратов, договор, который стал историческим, мы об этом уже говорили. И поскольку Израиль не отдает на этот раз арабам какие-то свои земли, не идет на уступки необратимые, и, по сути дела, мы говорим о новой формуле «мир в обмен на мир», нормализации отношений, усиление блока союзников США, противостоящих политическому исламу, будь то братья-мусульмане или аятолы из Ирана. И вот на этом мероприятии появится еще один участник, еще один фигурант, ну помимо США, конечно, которая стала, по сути дела, спонсором, покровителем всего этого процесса, появится еще и лидер островного государства, единственного островного арабского государства Бахрейна, который тоже присоединяется к этой кампании и тоже объявляет о нормализации отношений с Израилем. То есть не только Объединенные Арабские Эмираты, но и Бахрейн. Почему Бахрейн? Бахрейн фактически является сателлитом Саудовской Аравии. Все эти страны, так называемые прагматичные сунитские режимы, они все являются в той или иной мере друзьями и сателлитами Саудовской Аравии. Будь то Египет, который, по сути дела, сидит на дотациях Саудовской Аравии, является таким пушечным мясом, что ли, этого союза. Это самое сильное государство, но сейчас оно переживает очень тяжелое время, у них нет денег, у них, по сути дела, нет никаких ресурсов. У них идет гражданская война внутри страны, и помощь Саудовской Аравии определяет, по сути дела, жизнеспособность этой страны. Но Саудовская Аравия вкладывает, потому что это ее, скажем так, телохранитель и охрана. Объединенные Арабские Эмираты стоят немножко в стороне, они достаточно самостоятельные и самодостаточные, но они тоже понимают свое место в этом раскладе, и Саудовская Аравия для них старшая сестра. Ну а Бахрейн, по сути дела, просто предаток Саудовской Аравии. Там суннитское меньшинство правит шиитским большинством, и несколько лет назад шииты уже пытались подзужены Ираном провести там переворот, но Саудовская Аравия ввела туда войска и подавила возмущение. Таким образом, сегодня Бахрейн — это самый, скажем так, лояльный Саудовской Аравии, самое лояльное Саудовской Аравии арабское государство. И Саудовская Аравия сама пока еще не готова идти на сближение с Израилем, посылает вперед своих, так сказать, своих слуг. Вот Объединенные Арабские Эмираты уже пошли, уже заявили. Теперь Бахрейн, видимо, на очереди будет Оман. Саудовская Аравия пока опасается это делать. Мы понимаем, почему. В течение 70 лет они обучали свое общество, они настраивали свое общество против Израиля. Они превратили Израиль не просто как бы в соседнее государство, пусть враждебное, а в некое исчадие ада. Ивреи — это дети, как они говорят, свиней и обезьян. Каждый камень будет, каждый куст будет кричать, вот он, еврей, спрятался за мной, придите, убейте его и так далее и тому подобное. И теперь, когда расклады поменялись и когда дружба с Израилем стала для них экзистенциальной, то есть либо они погибнут, либо будут держаться Израиль и США, сейчас, конечно, Саудовская Аравия очень тяжело. И они потихоньку меняют свое общественное мнение. В каком-то смысле это похоже на перестройку в Советском Союзе. Трудно было объяснить жителям Советского Союза, что Америка больше не враг номер один, а вовсе даже наоборот. Поэтому начиналось так, с постепенной оттепели. И вот сейчас мы видим, как Саудовская Аравия посылает вперед тех, кто поменьше. Но тенденция ясна. И, безусловно, Израиль заключает соглашение нормализации со всем блоком сунницких арабских государств, главой которого является Саудовская Аравия. И, может быть, рано еще говорить о том, что израильтяне смогут в ближайшее время полететь в Бахрейн. Вроде бы в Объединенные Арабские Эмираты уже с октября летают прямые рейсы, и это получается достаточно дешево и быстро. Так что, вероятно, израильтяне, как только закончится вся эта потасовка с короной, смогут отправиться погулять в Объединенные Арабские Эмираты. Насчет Бахрейна пока непонятно. Что да, очевидно, что у Ирана возникает очень много проблем сейчас. Потому что, по сути дела, и Объединенные Арабские Эмираты, и Бахрейн — это два непотопляемых авианосца прямо под носом у Ирана. До сих пор Иран радовался тому, что у него есть Хамас, у него есть Избалай, они прямо на границе с Израилем. А теперь у Израиля есть такие же точно базы. Я думаю, что первыми туристами из Израиля, которые окажутся в Бахрейне, это будут наши спецслужбы и наши военные, которые вместе с этими так называемыми прагматичными сунитскими режимами создадут новую реальность ближневосточную, которая должна объяснить Ирану, кто является ближневосточным хозяином положения. Ну а теперь действительно все-таки надо перейти к тому, о чем я хотел говорить с самого начала. Сегодня трагическая дата — 19 лет со дня этой страшной трагедии в Нью-Йорке. На самом деле это было ведь не только в Нью-Йорке, это было и в Пентагоне. И тогда казалось, что, в общем, сейчас Америка поднимется и уничтожит исламский радикализм. И даже были такие шутки, что уже никто не вспомнит, что такое вообще ислам, что такое арабы. Реальность оказалась не такая оптимистическая. И сегодня, 19 лет спустя, по сути дела, те самые люди, ну или те же самые движения, идеология, которая тогда запустила самолеты, бомбы по символам Америки, эти люди сегодня обладают колоссальным влиянием и мощью внутри демократической партии и рвутся к власти в Америке под прикрытием Байдена. И речь идёт о экстремистском партнёре американских демократов, об организации, которую, возможно, многие из наших слушателей название её слышали. Это организация КАИР, Совет по американским и исламским отношениям. И об этой организации я бы хотел сейчас рассказать и поговорить, Сергей. Да, конечно. Она действительно, эта организация упоминается в одном ряду с Аль-Каидой и ИГИЛом в списке организаций, запрещённых в Объединённых Арабских Эмиратах, в тех самых Объединённых Арабских Эмиратах, в списке террористических структур. И при этом, как я уже сказал, обладает глубокими связями демократической партии США и немалым влиянием на истаблишмент демократической партии. Это, безусловно, очень и очень тревожный факт, как для нас, израильтян, так и для жителей Америки. Но давайте по порядку. Так, когда мы говорим о соглашении нормализации между Израилем, Объединёнными Арабскими Эмиратами, теперь уже между Израилем, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Бафрейном, которое было достигнуто при посредничестве США, мы понимаем, что это наносит очень серьёзный удар сразу по двум силам исламского империализма и террора на Ближнем Востоке. Это и Иран, мы об этом только что говорили, шиитский режим Айятоу в Иране, но это и суннитские братья-мусульмане. На самом деле, мы всё время слышим в последнее время, что сунниты и шииты воюют друг с другом, это так, но не совсем так. Дело в том, что есть идеология политического ислама, которая по-разному себя воплотила в суннизме и в шиизме. По сути дела, сунниты были первыми, братья-мусульмане были первыми, кто создал идею политического ислама, говорящую о том, что ислам — абсолютное добро и абсолютно истина, и управлять государством можно только с помощью ислама. На этом строится суть братьев-мусульман. Поэтому никаких королей, никаких царей, никаких монархов, никакой демократии, никаких лидеров, диктаторов — только ислам. Но у братьев-мусульман, у суннитов пока что удалось добиться такого построения, такого идеального государства только в Хамаслинге, то есть в Газе. Ну и на пути к этому, мы знаем, движется Турция. Эрдоган строит именно такое государство, государство по идеологии, по идеям братьев-мусульман. А вот у шиитов получилось создать своё. Они, конечно, не называются братьями-мусульманами, потому что всё-таки шииты — они не сунниты, сунниты — они не шииты. И поэтому шииты придумали свой собственный политический ислам, который, по сути дела, вырос из идеологии братьев-мусульман. Но там это учение, как его звали, хамени, и сегодня его продолжают уже хаменаи, и вся эта компания бородатых старцев, аятол, которые правят страной. Но они как бы наместники от имени ислама, который — единственная верная истина, и только его можно слушаться. Так вот, объединение Израиля и прагматичных суннитских режимов региона создаёт вот эту новую реальность, которая наносит удар и по братьям-мусульманам, и по Ирану. Этот альянс, основанный на общих интересах, надо полагать сохраниться в ближайшие годы, по крайней мере до тех пор, пока существует реальная опасность со стороны братьев-мусульман с одной стороны и со стороны аятол Ирана с другой стороны. А вот продолжение участия Америки в этом альянсе, которое сейчас является фактически живой душой всего, это именно Трамп со своим вот этим рыжим чубом, он всё это, так сказать, заварил и всё это устроил. Вот участие Америки в этом напрямую зависит от исхода президентских выборов в Нейбре. Я объясню, почему. Как я уже сказал, в 2014 году Объединённые Арабские Эмираты опубликовали список из 82 групп, объявленных этой странной террористической. И там наряду с Аль-Каидой и ИГИЛом был упомянут и вот небезызвестный совет по американских и исламским отношениям, так называемая группа Каир, которая обладает сегодня глубочайшими связями демократической партии и немалым влиянием на её эстаблишмент. Решение Объединённых Арабских Эмиратов включить Каир в список террористической группы тут не было предвзятым. Вы скажете, ну, мы понимаем, всё-таки это режим демократический, захотели, что-то им там не понравилось, а не включили. Нет, нет, нет. Ещё в 2010 году бывший прокурор США Эндрю Маккорти в своей книге «Великий джихад. Как ислам и левый разрушают Америку» заметил, что группа Каир, которая была создана в 1994 году, она была изначально создана как прикрытие для деятельности США братьев-мусульман и прежде всего их палестинского филиала Хамаса. Совместно с другими группировками, которые лоббируют деятельность Хамаса и братьев-мусульман на территории США и собирают средства для этих террористических организаций. Каир занималась также продвижением политического ислама, как бы политическим продвижением политического ислама, иначе говоря, продвижением радикальной платформы, которая лежит в основе как идеологии сунитских братьев-мусульман, так и шиитского режима ЯТО в Иране. А оперативная деятельность этой базирующейся в Вашингтоне структуры всегда была сосредоточена прежде всего на создании инструментов политического влияния. В рамках достижения этой цели группировка объявилась о правозащитной организации. Нам это очень знакомо. Какие террористы не называются правозащитными организациями? В Израиле два десятка, если не три десятка организаций, занимающихся диверсиями против государства, называются правозащитными. В Америке то же самое. И вот Каир одна из них. Но как было широко задокументировано и уже упомянутым бывшим прокурором Маккарти, и рядом экспертов по террору, в том числе Даниэлем Пайпсом или Стивом Эмерсоном, связи Каир с террористическими структурами были и остаются многочисленными и неразрывными. То есть, как бы они себя ни называли, какой бы правозащитной деятельностью якобы они ни занимались, это чисто террористы в полном смысле этого слова. Неслучайно после 11 сентября 2001 года Каир отказывались осудить Усама Бен Ладена, пока тот сам уже не признался, что организовал все эти атаки. Каир также отрицал вину Аль-Каиды за взрывы посольств США в Кении и Канзане в 1998 году и требовал убрать из Лос-Анджелеса рекламные щиты, на которых Бен Ладен был назван закрятым врагом США, утверждая, мол, это изображение, которое оскорбляют всех мусульман. Точно так же в Каир последовательно отказываются осуждать любые террористические атаки, совершаемые Хизбаллой или Хамасом. Этот отказ стал по-настоящему окончательно явен еще в 2004 году, когда исполнительный директор Каир Нихад Ават заявил, если они хотят, чтобы мы осудили освободительные движения внутри Палестины или Ливана, они должны были бы прежде десятки раз осудить Израиль на всех уровнях и за все времена, а мы не станем осуждать никого. Семь руководителей организации Каир были осуждены по обвинению в терроризме. Я повторю, в США семь руководителей Каир были осуждены по обвинению в терроризме. Один из осужденных террористов, Гасан Элаши, он вообще был активен сразу в двух ипостасах. Он вместе со своим родственником, лидером Хамаса Муса Абу Марсуком основали фонд помощи и развития Святой Земли на английском аббревиатуру HLF. Так вот, HLF был филиалом Хамаса в США просто и занимался он сбором средств, но при этом Элаши также стал и директором-основателем техасского отделения Каир. После 11 сентября 2001 года федеральные власти как-то занялись расследованием деятельности вот этого самого фонда Святой Земли и его связями с Хамасом. И в 2004 году этот фонд был обвинен в переводе миллионов долларов в террористической группировке Хамас на террор, разумеется, на убийство израильтян. Денег, которые не собирали у американских граждан, у мусульман. В 2007 году этот фонд был признан виновным и Элаши приговорили к 65 годам лишения свободы. Не просто так. А Каир был назван в суде сообщником, которому не были предъявлены обвинения. То есть до него просто не дошел суд. Тогда лидер демократического меньшинства в Сенате Чарльз Шумер отметил, это было в 2003 году. Мы знаем, что Каир имеет связи с террором. И видные члены нынешнего руководства Каир также имеют связи с организацией Хамаса. Это говорил Чарльз Шумер. Сейчас он так уже не скажет. Одним из успешно применяемых средств, которые стали пользоваться в Каир для блокирования критики джихадистского ислама, стало запугиванием. Всякая критика ислама отвергается под видом борьбы с исламофобией. Тех же, кто осмелится выступить против позиций и целей Каир, ее сторонники немедленно объявляли кем? Правильно, распространителями ненависти и вражды, носителями языка ненависти и прочее, прочее, прочее по тексту. Так, например, в 2014 году Каир провела публичную кампанию по отмене показываний в детских городках дневников чести. Дневник чести — это документальный фильм, который, кстати, создала мусульманка, не какой-нибудь там исламофоб. Мусульманка, женщина. Этот фильм документальный разоплачал бешеную жестокость, которой подвергаются женщины и девушки в исламских обществах. Ну, что нам рассказывали? Причем прекрасно все понимаем. Так вот, Каир добилась того, чтобы этот фильм не показывали в университетских городках. И в том же году Каир вынудил университет Брандейс отменить свой план присвоения почетной степени мусульманской феминистки и правозащитницы Айани Хирси Али. То есть, опять же, не каким-то там евреем, борющимся с исламом, мусульманке, которая просто говорила, люблю свою веру, я в ней выросла, но я при этом феминистка, я хочу, чтобы женщины в исламе не подвергались унижениям, принудительному обрезанию, которые нас калечат и прочее, прочее, прочее. Так вот, это с точки зрения организации Каир, лучших друзей демократической партии, мы это сейчас увидим, это преступление исламофобии. Аналогично Каир занимается последовательной делегитимацией контртеррористических расследований, объявляя всех исламофобскими. То есть, что это они расследуют террор? Это, наверное, они исламофобы, поэтому они расследуют террор. Это просто преследование мусульман и арабов, говорят, Каир. И запугивают правоохранительные органы США. То же самое происходит, на самом деле, и в Израиле тоже, только у нас Каир по-другому называется. С тем, чтобы правоохранительные органы не трогали мусульман и арабов, то есть тех террористов, которых нужно было бы убрать из мусульманского арабского общества в Америке и оставить людей нормальных, предоставленными самим себе, а не под властью этих самых бандитов. Неслучайно гражданский иск, который был подан наследниками жертв 11 сентября и бывшим высокопоставленным антитеррористическим агентом ФБР Джоном Монилом Старшим, утверждал, что цель Каиры состоит в том, чтобы породить как можно большую неуверенность и нерешительность среди полицейских управлений и разведывательных служб. Вам кажется это знакомым? Сейчас вспоминаем БЛМ, Антифу, требования разоружить и полностью дефинансировать полицию. Да, да, это все родилось гораздо раньше. Так вот, задачей Каир было добиться у правоохранительных органов боязни судебных разбирательств и опасений травли и обвинений в том, что они сломофобы, поскольку это лишало их всякой эффективности работы этих структур по преследованию международных и внутренних террористов. Каир активно поддерживает антисемитскую кампанию, бойкота, санкции, изъятие инвестиций против Израиля, бедеясь, ну как без этого. К цели, которая является травлей еврейских сторонников Израиля в США, это одна очень важная составляющая. И другая — нанесение Израилю экономического ущерба. Нанести Израилю экономический ущерб им не удалось, а вот затравить сторонников Израиля, например, в университетских городках, в кампусах — это да, это мы все знаем, насколько это вскаглубо далеко все это зашло. Как и в Хамасе, лидеры и рядовые активисты Каир полностью отвергают право Израиля на существование. Я повторю, это люди, которые являются сегодня влиятельнейшей структурой внутри демократической партии. Как и в Хамасе, они отрицают право Израиля право. Более того, эти лидеры и представители Каир настаивают на том, что их отрицание права еврейского народа с определением их поддержка Хамаса, чья платформа откровенно призывает к геноциду евреев, вовсе не является антисемитизмом. Но при этом среди заявлений их деятелей, руководителей есть огромное количество таких заявлений, которые, в общем, бесспорно подпадают под классические стандартные определения антисемитизма. Так, например, выступая на митинге сторонников Хамаса в Вашингтоне во время террористической войны, которую Хамас ввел против Израиля в 2014 году, Айбад, глава Каир, назвал Израиль террористическим государством и обвинил про израильское лобби Айбад, мы знаем, что оно уже теперь давно не про израильское, в контроле над американской политикой и развращением политики. Айбад должен убрать свои лапы от Конгресса Соединенных Штатов, сказал Айбад. Они испортили нашу внешнюю политику, они развратили наших политических лидеров за эти лобби. Я напомню вам, что по определению антисемитизма, принятому в 2016 году, заявление. Поначалу, вслед за администрацией Клинтона, администрация Джорджа Буша, младшего, которая стремилась к развитию контактов и связи с американскими мусульманами, привечала и обхаживала Каир. Но после терактов 11 сентября администрация Буша начала постепенно менять свою позицию. И в 2008 году, после завершения суда над HLF, помните, я вам сказал, что главу ее приговорили к 65 годам заключения за то, что они переправляли миллионы долларов из США на террор, на убийство из ритана взрыва автобусов в Тесавне. И ФБР, во-первых, разорвало связи с Каир, а затем ФБР начала готовить расследование уже по самому Каир. Что произошло дальше? Конечно, в 2008 год Барак Обама. Барак Обама полностью сменил весь курс. Уже в самом начале своего первого президентского срока Обама кардинально поменял всю внешнюю политическую политику и позицию США в отношении Ирана и братьев-мусульман. Мы помним его выступление 4 июня 2009 года в Каирском университете, в котором он призвал изменить порядок отношений США с исламским миром. Оно стало как бы тогда откровенным флиртом с братьями-мусульманами и Обама напрочь прогнозировал просьбу тогдашнего президента Египта Хосни Мубарака. Он пригласил представителей братьев-мусульман присутствовать на его речи. Потом Обама вернулся домой, а братья-мусульманы, почувствовавшие поддержку Обамы, подняли восстание, вот ту самую гражданскую войну, которая идет в Египте до сих пор. Ну, а вернувшись домой, Обама, среди прочего, поддержал и Каир. По словам исследователя террора Патрика Пула, после решения суда ХЛФ в 2008 году федеральная прокуратура Далласа намеревалась предъявить группировке Каир обвинение за ее роль в финансировании террора. Понимаете? Организация, которая сегодня является влиятельнейшей структурой внутри Демократической партии в 2008 году 12 лет назад должна была быть обвинена за роль в финансировании террора против израильтян, не только израильтян. Но вскоре после своего вступления в должность, назначенной кем, сами знаете, генеральный прокурор Эрик Холдер приказал прокурорам Далласа судебный иск против Каира и Каити. Большие должностные лица администрации Обамы проводили регулярные встречи с лидерами Каир. Согласно журналам посещения Белого дома представители Каир побывали в Белом доме 20 раз только в течение первого срока Обамы. Ну а с 2014 года группировка Каир стала воплощать свои антиизраильские антисемитские цели через движение Black Lives Matter, разумеется, используя прогрессийский язык интерсекционализма. Когда-нибудь мы отдельно поговорим об этом ужасном слове, о чудовищном смысле, которое за ним заложено. Так или иначе, Каир и его союзники расширили свою кампанию против правоохранительных органов, включив в нее кампанию по демонизации правоохранительных органов среди афроамеликанских общин. Им были разработаны совершенно замечательный нарратив, который утверждал так. Афроамериканцы это как бы американские палестинцы, а правоохранительные структуры США, в свою очередь, это вот злодейские силы безопасности Израиля. И эта кампания оказалась чрезвычайно успешной. В 2016 году Black Lives Matter опубликовал Харфью, в которой прямо признал позиции Каир. И Израиль там подвергся критике государства Апортеида, которое совершает геноцид против палестинских арабов. А BLM поддержал кампанию BDS и призвал США прекратить военную поддержку еврейского государства. То есть, по сути дела, Black Lives Matter стал придатком Каира, придатком радикально-исламской организации братьев-мусульман, которая добивается установления политического ислама над всем миром. Движение за черные жизни — это заутичная группа, в которую входит и BLM тоже, опубликовала идентичные антисемитские позиции в своей платформе. То есть, там произошло полное слияние. Неслучайно акции Black Lives Matter в последние месяцы, мы об этом говорили постоянно, включали в себя свернение синагог еврейских бизнесов антисемитскими граффити. Это было и в Вос-Анджелесе, и в Киноше, и в других городах. Через BLM уже активисты Каир и связанные с ними группы сумели занять влиятельное положение в прогрессистском крыле демократической партии. Понимаете, как это начиналось? Вот Каир, вот он берет под себя BLM, а BLM уже берет под себя прогрессистов в демократической партии. А прогрессисты в демократической партии стали сегодня самым мощным крылом этой структуры, этой партии. Их политики, союзники Каир, кто? Ильхан Омар и Рашид Тлаев, разумеется. Они уже вынесли антиизраильскую, антиеврейскую повестку Дня Каир уже на национальную арену. А в свою очередь Каир традиционно защищает их и клеймит всех критиков Омар и Тлаев с ломофобами. Да. В январе Каир объявили, что начинают избирательную кампанию с тем, чтобы зарегистрировать для голосования миллион американских мусульман. Демонстрацией политической мощи этой группы стал тот факт, что 120 представителей Конгресса, 117 демократов и 3 республиканца 3 республиканца, ребят, написали письма в поддержку Каир в канун ежегодного съезда этой организации, состоявшегося тогда же, в январе. А в июле Каир участвовал в саммите миллиона мусульманских избирателей, на котором был одобрен и принят кандидат от демократов Джо Байден. Выступая на конференции, Ават заметил, что будучи благотворительной организацией, это у вас называется соответствующий раздел 501 С3 Кодекса США, Каир запрещено поддерживать политических кандидатов, потому что они же как бы благотворительная организация. Но он тут же добавил глава Каира. Однако у нас есть тут пандемия расизма, которая усиливается, поощряется, одобряется нынешней администрацией, имея в виду Трампа. Белый дом выступает за антимусульманскую, антимигрантскую и античерную политику. Я хочу услышать ради наших избирателей от вице-президента Байдена, как скоро он планирует отменить преследование мусульман. Понимаете, в Америке преследуют мусульман, не террористов, а именно мусульман преследуют, и Байден должен это отменить. Ну и в ответ подтверждая как бы влияние Каир демократической партии, в своем выступлении на саммите Байден пообещал положить конец так называемому преследованию мусульман в первый же день работы своей администрации. Вот чем займется Байден, если не дай бог дорвется до руля. Он отменит преследование мусульман, то есть перестанет преследовать братьев мусульман и другие террористические радикальные исламские организации. Вот что он говорит, слушайте его. На съезде демократической партии в прошлом месяце союзница Каир и откровенная антисемитка Линда Сарсур, ну как же без нее, выступила на мусульманском собрании съезда. И Ава тоже выступил там. Поскольку сопротивлениями евреев как бы хорошо, очень широко известно, она привлекла к Сарсур внимания и немалое влияние. Вызывал раздражение среди еврейских активистов. Демпартии такие там, еще есть как бы такие несознательные, которые еще не поняли, куда ветер дует. Ну и разумеется, осуждение у республиканцев. И представитель компании Байдена Эндрю Бейтс, он поспешно дистанцировался от Сарсур, зачем ему такая нужна фанатичка перед выборами, осудив ее фанатизм и дезавуировал компанию БДС, которую она поддержит. Мол, мы, Байден, не поддерживаем БДС, бойкот Израиля. И мы, конечно, дистанцируемся от этой сумасшедшей фанатички Сарсур. Но это, в свою очередь, вызвало бешеную ярость Ткаин. А вот тут же осудил Бейтса за дистанцирование от Сарсур. Компании Байдена предстоит пройти долгий путь, чтобы заручиться поддержкой американских избирателей и мусульман, как грозил он. И другие мусульманские прогрессивные группы, включая, кстати, код Кинг, да, знаете, такую, и Мувуан, немедленно подлили масло в огонь. И в стремлении минимизировать ущерб главные советники компании Байдена организовали телефонную конференцию с мусульманскими активистами, которые извинялись, извинялись, извинялись. И Тони Блинкен, главный советник Байдена по внешней политике, не только извинялся, но и пообещал, внимание, что администрация Байдена станет по-настоящему инклюзивной и обеспечит представительство арабов мусульманской веры или арабского происхождения. Нет. Речь идет о представителях Каира, о братьях-мусульманах, которые будут введены в администрацию Байдена на уровень принятия решений. Слушайте внимательно. Учитывая мощное влияние Каир на демократическую электоральную базу, трудно себе представить, что Байден сумеет долго оставаться противником БДС. Пока что, до выборов, да, конечно, вот потом. И трудно также себе представить, что администрация Байдена станет опираться на Альянс Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна, стремясь укрепить положение США на Ближнем Востоке, и их союзниками станут братья-мусульмане и Иран, шиитский Иран. И случайно Байден говорит о том, что он хочет возобновить это самое соглашение с Ираном, из которого вышел Трамп. Так что, мои друзья в Америке, думайте, думайте, еще раз думайте. Спасибо, Сергей. Спасибо, Александр. Давайте мы сделаем небольшой перерыв и звонки. Друзья мои, буквально через несколько минут вернемся и обязательно примем ваши звонки. Александр ответит на ваши вопросы, но уже после рекламной паузы. Открытый диалог. С Александром Непомнящим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. Ну, а пока давайте поговорим как вы сформулировали, это удивительное кино. В прошлый раз мы говорили о невыносимой актуальности сериала о коррупции в прокуратуре. Ну, а теперь о том, что в реальной жизни. Или сначала примем звонок. Давайте примем звонки, потому что разговор там будет долгий и так мы его быстро не закончим. Давайте ответим на вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы тот раз говорили, что где-то будут опубликованы ваши статьи, вот это вот, о которой говорили, и вообще ваши материалы. Где это будет опубликовано? Ну, во-первых, мои материалы появляются у меня на Фейсбуке. Их можно прочитать на сайте 9 канала израильского телеменера. На сайте Еврейский мир. И еще на целом ряде других сайтов. То есть ищите статьи с вами под моей фамилией непомнящей или переводы мои. И вы увидите. Статья, которая, как бы, по материалам, которой я делал в прошлое свое выступление, должна выйти, я думаю, в ближайшее время на 9 канале. Это будет перевод материала Каролины Глик, Киролайн Глик. И, в общем, в нем большая часть того, о чем мы говорили в прошлый раз, будет отражаться. Спасибо, Александр. Александр. Я думаю, что действительно, если вас интересуют материалы, есть же для этого интернет, в Google, в поисковик, забейте имя Александра Непомничьей, статьи, и там выплывет... Это английская, которая регулярно печатает мои материалы, и она выходит в США. То есть, спрашивайте газету Еврейский мир в США, в Нью-Йорке, в других городах. Сможете прочитать это на бумаге тоже. Ну, а теперь давайте перейдем к следующей теме. Дело в том, что действительно, как вы заметили, в Израиле происходит нечто, что интереснее сериала. Мы в прошлый раз действительно говорили о сериале, который захватил израильтян, потому что он показал очень жизненную ситуацию, очень актуальную ситуацию, колоссальный уровень коррупции в правоохранительных органах. Все уже израильтяне знают, или те, кто не знают, догадываются о том, что так оно и есть. Но вот начали сыпаться бастионы, начал, прорвал эту плотину, и журналист Амид Цегаль, на мой взгляд, один, может быть, лучший журналист в израильской журналистике сегодняшней, человек, который публиковал сразу три истории, не знаю, успеем ли мы все три сегодня здесь рассказать, которые показали, что все, что мы видели в фильме, выдуманном, художественном фильме, это на самом деле блекнет по сравнению с тем, что происходит на самом деле. Вот первая история. Итак, 2015 год, Натаниелл объявляет выборы, почему он идет на выборы, потому что у него война с главой концерна «Идиот-Ахронот» олигархом Мозесом. Мозес недоволен тем, что Натаниелл позволил возникнуть в Израиле правой газете «Исраэль-Айом». Газета «Исраэль-Айом» ее бесплатно раздают на всех перекрестках, и люди ее читают, потому что, во-первых, бесплатно, но главное, что она говорит не то, что несет левый нарратив, а говорит правду. И продажи «Идиот-Ахронот» падают. Мозес начинает требовать от Натаниелла, чтобы тот закрыл эту газету, и потихонечку подговаривает трех братьев-акробатцев из коалиции, находящихся в это время вместе в коалиции с Натаниеллу, с тем, чтобы они провели закон о закрытии газеты «Исраэль-Айом». Вот так просто. Проведите закон, который закроет моего конкурента. Кто эти три брата-акробата? Это, конечно, Лапид, Либерман и Бен. И вот эти три товарища готовят законопроект о закрытии газеты «Исраэль-Айом». Натаниелла узнает об этом. Ему это, конечно, неприятно. Во-первых, потому что он либерал, он за то, чтобы росло сто цветов. Во-вторых, это просто предательство и подкапывание под него. И он говорит, все, все прочи с правительством, мы идем на выборы. И вот в разгар всего этого дела идет расследование злоупотребления в резиденции премьер-министра. Если вы помните, тогда они, как-то, что называется, докопались до мыши. Они стали подсчитывать бутылки, которые Сара сдала. Что там происходило? Приезжают гости к премьер-министру. Он с ними встречается, они едят, пьют. Бутылки куда? Бутылки не выбрасывают, он же человек аккуратный, ставят их в коридоре. Бутылок накопилось очень много, Сара сказал, давайте мы их сдадим, но не выбрасывать же их, Их сдали. Их сдали аж на 4 тысячи с чем-то шекинами. А куда делись деньги, задали вопрос следователей, стали все это расследовать. Там же было, например, что много в семье Натаньял мясо ест. Натаньял говорит, какое мясо? Ребята, мы тут вегетарианцы, сын Яй, он вегетарианец, он нас тоже заставляет вегетарианцам быть. Не то, что мне это нравится, но вегетарианцам у нас вообще нет мяса. Кто закупал это все мясо? Потом мы узнаем, что мясо закупал себе от имени премьер-министра начальник этой резиденции, но он станет государским свидетелем, поэтому против него ничего не будет, а докапываться будут досари. И вот глава расследования по имени Ротенберг, следователь, он ведет это расследование и тут рассказывает нам о Митсебель. Оказывается, что он не просто так, а он тайный любовник сестры Морзеса. То есть человек, который ведет расследование против Натаньяла в момент, когда идет противостояние премьер-министра и олигарха главы концерна, который хочет закрыть, как бы сместить Натаньяла, потому что тот мешает его бизнесу, оказывается, что у его сестры есть любовь, этот любовник занимается расследованием резиденции и Сары, и Натаньяла, и всего того, что там происходит. Интересно, да? Но это еще начало только. В дальнейшем этот следователь становится одним из следователей дела 2000. Что такое дело 2000? Я очень коротко напомню вам. Это когда Мозес встречается с Натаньялом и говорит ему так. Слушай, давай ты сам закроешь газету «Исраиляем», а я за это буду не так полоскать твое имя, имя твоей жены и твоих детей в своей газете. Так мы каждый день поливаем грязь, хочешь, Натаньял тихонечко записывает этот разговор, чтобы потом использовать это и показать. Он это не использует, решает, что это слишком грязная история, он не хочет вообще с ней связываться, но кассету не уничтоживают. И теперь его обвиняют, это одно из главных дел против Натаньяла, в том, что он участвовал в сговоре и не сказал об этом полиции. И вот за это его собираются, кстати, судить. Это так называемое дело 2000. Так вот, одним исследователем этого дела, которое собирает все вокруг, является человек, который оказывается тайный любовник с сестры этого самого Мозеса. В полиции начинают идти слухи, говорят, как же так, ну как-то нехорошо, все-таки он следователь против них, и он же любовник этой самой сестры Мозеса, они там близкие все. Это же противоречие интересов называется, да? И начальник полиции, начальник этой группы вызывает Рутенберга к себе и говорит, слушай, а правда, что у тебя любовница сестра Мозеса? Нет, говорит, да вы что, да я живу со своей женой, вообще все врут. Через несколько месяцев, правда, оказывается, что все так оно и есть. И его спрашивают, так это правда? Он говорит, да, правда. Но глава спецотдела, так называемого Лезвия 433, который ведет расследование против Натаньяо, говорит, ой, если мы сейчас все это выпустим наружу, это все скажут, что это все дело липовое, шитое, и все это тут противоречит интересам, не-не-не, надо тихонечко спустить на тормозах. И он это дело закрывает, просто следователь переводит на другую работу, но как будто ничего и не случилось. Тут проходит еще полтора года, и приходит к начальнику одному из глав криминальной полиции Израиля, жена этого самого Ротенберга, которая надоела, что ее муж там с какой-то любовницей все время говорит, все, это сейчас уходит все в прессу, мне это все надоело, я это сливаю все в прессу. И тогда начальник понимает, начальник криминальной полиции понимает, что сейчас начнется страшный террорам. И он быстренько открывает дело и, спасая свою пятую точку, сообщает особому отделу, так называемый особый отдел, это структура, которая занимается расследованием полицейских. О том, что вот надо расследовать такое дело, оказывается, у нас там был следователь, который был любовником сестры Мозеса, и как-то нехорошо, надо заниматься этим. Особый отдел говорит, да, это, блин, вообще что-то совершенно невероятное, это нужно немедленно расследовать, и идет в прокуратуру, потому что прокуратура их начальники, не полиция, конечно, а прокуратура, ведь расследовать полицию не должны полицейские. Особый отдел подчиняется прокуратуре, и они говорят, дайте нам разрешение начать все это расследовать. Но прокуратура говорит, не-не-не-не-не, надо посмотреть, а вот вы уверены, что там есть противоречия интереса? В особом отделе говорит, конечно, есть, да вы что, ребята, Махаш называется на Иврите, особый отдел. А Шай Ницан, глава прокуратуры, говорит, нет, тут что-то непонятное. В это время, пока суть до дела, все тянется, Шай Ницан не дает разрешение, глава особого отдела, Махаша на Иврите, отдел по расследованию полицейских, Кармель, он уходит в отставку, все, он закончил свою службу. На его место приходит дама, которая является назначенкой, фактически креатурой Шая Ницана с одной стороны и главы полиции с другой. Замечательно, да? Человек, которого, так сказать, им мешало, они убрали, поставили свою дамочку, и эта дамочка тянет-потянет, и в итоге закрывает дело вопреки требованиям своих подчиненных, которые говорят, да вы что, это же вообще просто ни в какие ворота не укладывается, нужно это расследовать. Нет, 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 нет. Тем временем уже этот следователь давно на другой работе, он уже вообще ушел в отставку, он уже больше не работает в полиции, она говорит, мы закрываем дело, потому что никакого общественного интереса здесь нет. И теперь мы понимаем, что все это делалось когда? В 2018 году, когда дело 2000, оно было главным флагманским делом против Натаньяо. Это сейчас мы понимаем, что там ничего нет, все это высосано из пальцев, и они уже другие дела приписали, притащили, и тысячи, и четыре тысячи, но тогда это было главное, и тогда очень важно было им сохранить это дело, а если бы все стало известно тогда, тогда бы все развалилось. Сейчас уже не важно, потому что все это передали в суд, уже идет, процесс пошел, а тогда все начиналось, и тогда им было важно сохранить все в тайне, и они шли на должностные преступления фантастического уровня, и они не стесняются этого сейчас. Но это только первая часть, а есть еще две другие истории. Другая история, 2017 год. Полиция занимается сносом незаконной бедуинской деревни. Бедуины, люди простые, захотели, поставили себе дома, живут там, государство приходит, говорит, ребята, ну вы разрешение получили, хотя бы тебе, да, мы плевали на ваше государство, полиция их приходит сносить. Ну, дело обычное. Не то чтобы обычное, не так, чтобы часто их сносят, но там они уже вообще просто берега попутали, их сносят. Бедуины, конечно, сопротивляются. Сопротивляются они активно, они стреляют, они ездят на машинах, и суть до дела, полиция пристрелила одного активного борца со сносом своих незаконных построек. Случается. Но полиция, чтобы как-то займять это все дело, объявляет его террористом. Ну, что это было не просто, там он возмущался с носом незаконного дома своего, он был террористом, он состоял в Аль-Каиде, там, или в ИГИЛе, я уже сейчас не помню, в чем его там объединили. Махаш, особое дело, начинает это дело расследовать, ну, убийство гражданского, все-таки серьезная штука, и говорит, это тогда еще был вот этот самый Кармель, глава поддела, который был, как бы, человеком, пытавшимся добиться правды. Начальник полиции Аль-Шейх собирает пресс-конференцию журналистов, и говорит, что этот самый Уль Кармель вообще ничего не понимает, что он тут лезет не в свои дела, короче говоря, полощет его имя по-всякому. Особый отдел говорит прокуратуре, слушайте, ну, это ни в какие ворота, мы их расследуем, мы видим, что они там что-то напортачили, они что-то скрывают, не был этот убитый араб, каким бы он не был, может быть он был плохим, может быть он напал на полицейских, может быть его убили по правилам, но террористом он не был, мы хотим это расследовать. Но прокуратура дело заминает, и в мылах своих Ниццан расъясняет, что если мы сейчас начнем это все дело раскручивать, то это дискредитирует начальника полиции, который ведет дело против Натаньяу, понимаете? То есть ради того, чтобы свалить Натаньяу, пусть уже объявили какого-то араба террористом, и пусть он террористом не был, мы закроем это дело, не дадим отделу по расследованию преступлений полицейских этим заниматься. Но это еще не все, есть еще третья история. В рамках дела, я сейчас уже не помню этого или другого дела, есть у них государственный свидетель, но они хотят его сделать государственным свидетелем, человек не хочет, советник Натаньяу. И они пытаются добиться от него, чтобы он стал государственным свидетелем, и всячески его ломают ему психику. Они его, он человек богатый, он человек уже немолодой, они его помещают в грязную камеру с вшами, с блохами, он говорит, меня кусают, они говорят, ну чешись, что мы не можем сделать. Не дают ему спать. Короче, мучают его. Не так, что прямо пытки со жидким свинцом, но тем не менее. Не советская, не гестапо, но тем не менее. И все это видит один из полицейских подразделений Лезвия 433, и он знает лично нейрохефиц. И он человек как бы порядочный, он говорит, ну так нельзя, все-таки нельзя ломать человека и заставлять его стать госсвидетелем, если он не хочет такими методами. И он идет вот этот самый Махаш в отдел по преследованию преступлений полицейских. И он понимает, что в общем, то есть его порядочность с порядочностью, но если он сейчас начнет сливать своих же братьев по полиции, то его в лучшем случае его покалечат, а в худшем закопают. И он говорит Махашу, дайте мне, пожалуйста, такую возможность, это практика известная, что я буду давать под присягой, но анонимно. А в это время в особом отделе уже не тот Ури Кармель, который за правду боролся, а так, который поставили Аль-Шейх и Ницан, то есть глава прокуратуры и глава полиции, поставили свою назначенку. Она ему говорит, а с чего это ты будешь под присягой анонимно давать? Не-не-не, хочешь давать показания? Говори, как есть, под своим полным именем. Он говорит, ну, тогда давать показания не буду. Мне, конечно, жалко не расхватиться, но в свою голову мне жальче больше. Вот так это все происходит. И как бы вся эта история вываливается на Израиль в течение последних нескольких дней. И мы понимаем, что то, что мы видели в сериале, это все детский лепет по сравнению с тем, что на самом деле там происходит. Уровень коррупции, уровень безнравственности, уровень рука руку моет, и все против Натаньяу. Кажется, такое ощущение, что прорвало плотину. Вопрос, начнет ли общество действительно прозревать, потому что, конечно же, левые СМИ об этом не говорят ничего. Все это можно найти в интернете, пожалуйста. Кто хочет, он найдет. И на английском, и на русском. Это же надо искать. А идет охрана Мозеса об этом вам, конечно, не расскажет. И интересная ситуация, как бы в какой-то момент критическая масса всего этого накапливается, и ее уже нельзя задержать. Уже другие журналисты тоже, они же тоже хотят стать известными, им же тоже хочется слабым. Они смотрят, как Амит Сегер превращается в звезду восходящую и говорят, так мы тоже хотим, мы тоже начинаем вытаскивать кто что там, у кого что. И вот эта плотина прорывается, и вот мы видим, как группировка, которая решила подмять под себя страну и для начала свалить Натаньяо, который был единственным препятствием у них на пути. И он с ними как бы не очень боролся даже, он все то не мог, то боялся, то не решался. А они теперь сами свои активности, они себя начали закапывать. И всеми своими попытками, как бы, то есть по сути дела получается, что Натаньяо, не борясь с ними, он все-таки с ними борется, он все же их довел. Но остается, хочется быть оптимистом, хочется верить, что в Израиле теперь эту плотину уже не заткнуть, и что все это прорвется, и все это выльется в то, что будут смены руководства и зачистки. Видимо, это не будет в этом правительстве, потому что сейчас белоголубые Кохоляван насмерть стоят, чтобы ничего там не изменялось, защищают их просто на голубом глазу, на белоголубом своем глазу, несут откровенную чушь, лишь бы только, так сказать, отвести возмущение общества от Шая Ницана, от Аль-Шейха, от всей этой преступной банды, которая возглавляет прокуратуру и полицейскую управление Израиля, но дело делается, вода камень точит, и будем надеяться, что все-таки этот процесс, который пошел, его уже не останавливаешь. Интересно. Интересно и печально, и такие же вещи примерно иногда мы наблюдаем, то, что у нас происходит в отношении президента Трампа. Ну, вы знаете, эти разоблачения деятельности ФБР и ЦРУ под руководством Брэннона и ФБР под руководством КОМИ, и уже факты известны, уже документы есть подтверждающие, и все равно еще есть какая-то часть населения, которая по-прежнему утверждает, что Трамп сидит в Белом доме благодаря усилиям Владимира Путина, то есть этих людей никакие факты, никакие документы ни в чем не переубедят. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Александр, вы знаете, у нас очень большая вероятность получить белорусский результат выборов. Конечно, Трамп не выиграет с таким отрывом, как 80%, но выиграет он точно. Но благодаря махинациям и фальсификациям наши левые запишут выигравшим Байдена. Вот как вы считаете, что нам потом в результате вот этого всего ужаса делать? Как можно добиться правильных результатов выборов? Ну, есть такая английская пословица, американская. Давайте доедем до моста и будем думать, как переправляться. Доедем до реки и будем переправляться. Давайте надеяться на то, что все-таки даже в Израиле, Израиль гораздо меньше. Почему в Америке все-таки это, может, не доходит до такого уровня, как в Израиле? Потому что Америка больше, здесь больше людей вовлечено. Очень трудно распространить контроль на всех. Даже в маленьком Израиле и то находятся порядочные полицейские, порядочные прокуроры, порядочные люди, которые пытаются как-то по закону жить. В Америке много разных группировок. Не то, что все порядочные, просто эта группировка против этой. В итоге, как бы, левые хотят, да. Но может не получиться. Поэтому давайте будем с быстрыми. Давайте еще. выиграть и не сумеют левые ничего с этим сделать. Еще один звонок примем, хотя времени мало. Пожалуйста, вы фильм. Спасибо, Сергей, что принял мой воноркс. Здравствуйте, Александр. Продолжаю то, что Сергей сказал пару минут назад, и вы. Я прочитал это просто, ну, просто возбудительно. Ваши израильские СМИ отказались поехать во вторник на подписание мирного договора между Арабскими Эмиратами и Израилем, потому что они хотели 70 человек сидеть вместе с Нитаньяхусом. Да, он взял право, это первое. Но знаете, что еще очень важно произошло, для меня, я считаю, и для вас тоже, что впервые Арабская лига полностью проигнорировала так называемые палестинцы с их протестами. Их просто послали и указали место, где такого еще в истории за все существование Арабской лиги нет, потому что они всегда делали все, что так называемые палестинцы хотели. Вот так, ребята. Так что good luck, спасибо. Но то, что ваши СМИ не едут, ну, это просто... Ну, а насчет Суэлска Аравии, вы правы, они не имеют дипломатических отношений с Израилем, но не открыли небо для Израиля для израильских самолетов. Спасибо большое, я вас послушаю. Спасибо. Все так, и действительно, на самом деле эти журналисты уже едут. Им, конечно, до смерти не хочется освещать победу Натаньяла и Трампа. Это же два ненавистных, главных человека, которых ненавидят всеми тибрами своей души, и они будут вынуждены говорить вещи, что бы они там ни говорили, как бы они говорили, они будут говорить, а вот у Трампа прическа плохая, а вот Натаньял ковырял в носу, когда никто не видел, вот поверьте-верьте, мы видели, что он ковырял в носу. Но все равно это все будет чепуха по сравнению с тем историческим событием, которое там происходит, и они очень хотели не ехать. В итоге Натаньял сказал, да черт с вами, ладно, поедем, возьму вас на своем самолете, все полетим вместе. Им придется таки ехать, но мы все увидели, какие же они все-таки негодяи и подонки и мерзавцы, эти журналисты израильцы. Спасибо, Александр. Спасибо и до следующей встречи. До следующей встречи.